Очень хорошо твихтовал в группах, стал седьмым Сеяным, затем оказался сильнее Василия Шершова, 15-14. И вполне возможно встретился бы далее с Ильей Семиным, но Илья Семин уступил Константину Воронову, выступающему ныне за команду Израиля. И Константин Воронов тоже уступил Нике Шенгеле. Счет 15-14 был и с Шершовым тоже 15-14. В общем, Шенгеле, я думаю, сейчас тоже очень-очень такую серьезную, эмоциональную, ну не то чтобы поддержку еще получать со стороны болельщиков, но и внутри себя. Он очень, я думаю, сейчас заряжен на победу. Ну и у соперника Баптист Дюбари, его тоже можно назвать такой темной лошадкой этого турнира. 141 место в рейтинге ФИЕ. Из последних результатов у него 5-е место на Сателлите в Лондоне. И все, дальше он оказывался довольно далеко от Пьедестала. Впады 160-й. Вот в Сеуле в Корее на последнем этапе 63-й. В Дурдане 26-й. Ну, в общем-то, это тоже для него достаточно успешно. И согласно статистике, которая есть на сайте ФИЕ, это его первый подиум будет. Ну, а у Нике Шенгеле как минимум есть бронза. Этапа Кубка мира среди юниоров. Кубок Черного моря в Сочи. Ну и мы видим счет 2-2. Пока равенство 3-2. Слышите поддержку. Не только команда в Грузии поддерживает Шенгеле, но еще и зрители местные. Все-таки можно назвать, я думаю, Грузию и Армению братскими народами. 4-2. Увеличивает преимущество Шенгеле. Не достаёт в атаке. Дюбари готовит ответную. Не достаёт Шенгеле. Но всё-таки наносит. Вот так. Всю дорожку оббежав. Пройдя всю дистанцию. 5-2. Остановился. Шенгеле готовит. Повторную атаку и 6-2. Отмечу, что довольно без эмоций проводит пока этот поединок Шенгеле. Без голоса, без крика. Зато кричит его наставник. Что нужно делать Нике? Как действовать? Сомневается. Сейчас судья. Два фонаря и удар никому не даёт. На тактическую правоту могли рассчитывать оба. Но видеоповтор просить не станет. Слева направо. Просит видеоповтор. Дюбари. Но здесь действительно может быть то, что провалил Шенгеле в атаке. И всё-таки удар останется за французом. 7-2. Довольно быстро возвращается к дорожке судья. Не стал даже, мне кажется, и долго смотреть повтор. Один удар и будет перерыв. И наносит его Ника Шенгеле. Здесь спорит он с судьёй, потому что по-другому разбирает эту фразу. Арбитр. 7-3. Мне показалось, что чистая атака. Но действительно может быть проморгал я остановку с его стороны. Сломалась сабля. Шенгеле. 7-4. Сабля – самый ломаемый вид оружия. Практически каждые финалы не обходятся без того, чтобы пару сломанных клинков да, вынесут на сабли. 7-5. Баптист включился в борьбу. Всего два очка. Теперь отставание. Одновременно вышли в атаку. Препоросионный и атака справа налево. 7-6. Преимущество практически сошло на нет. Ну, Шенгеле так посовещавшись со своей скамейкой все-таки не стал брать. Видеоповтор и нанес восьмой удар. Перерыв. Одна минута. Практически весь хит-финал. Хотел сказать о том, что вот девушка сейчас в белой майке волонтер с табличкой. Входит даже не табличка, а просто листок А4, на котором напечатано имя, фамилия спортсмена и сокращенная аббревиатура страны, которую он представляет. Если честно, я такое вижу впервые. Вот и сейчас справа вы видите точно такой же есть волонтер со стороны сборной Франции. Ну, наверное, чтобы никто не забыл. кто откуда, как зовут, хотя мы видим с вами на плазме и флаг страны, который представляют спортсмены и их фамилии. 8-6 ангарцель в упле и соперники возвращаются на дорожку. Ника Шингелия против Баптиста Дюбари. Два фонаря, обоюдные удары. Преимущество завоевать не получилось ни у кого из спортсменов, зато довольно спокойно желтую карточку Баптиста получает за фальстарт. Защита, ответ! 8, нет, 9 уже, 9-6. Вот так сложно разбирает эту фразу арбитр. Ника Шингелия наконец-то просит видеоповтор. Уж больно долго он все порывался попросить просмотр эпизода. Вот сейчас все-таки добился этого, но судья не меняет решения. Последняя защита, ответ справа налево. На ваших экранах зрителей очень колоритная внешность. Я думаю, вы это и сами замечаете. Снова видеоповтор просит. Шингелия не согласен с решением арбитра. Есть возможность посмотреть видео и у нас. как мне кажется в атаке в первом действии достал. Да, действительно, и поэтому меняет решение. Рефери 10-7. И снова аппарат репост слева направо. Но на этот раз настала очередь протестовать Баптиста Дибари. Ну, на самом деле сложно определить с такого ракурса. Лучше дождемся решения судьи. Не меняет он его. 11-7. А здесь уже чистая защита со стороны Дибари. И ответ 11-8. Справа налево и снова включается Баптист. Видимо, ему нужно проигрывать постоянно, чтобы наносить удары самому. Не может он держать инициативу. А вот Ника Шенгелия собираться умеет. Хотя, если вспомнить тот же поединок с Василием Шершовым, вел в 4 удара 11-7 Шенгелия, затем вел 14-10, если не ошибаюсь. Но в итоге смог сравнять Василий 14-14 и все-таки 15-й остался за Шенгелий. 12-10. Еще ничего не ясно. В этом полуфинале Дибари не отпускает оппонента. Препоросион со стороны Шенгелия снова придержал руку и 12-11. Отметим, что и Дибари молчили. спорит с арбитром Баптист. Опять видеоповтор. Ну здесь вопрос брал ли парад грузинский саблист. Шенгелия в ожидании решения рефери. И он его не меняет. 13-11. А, нет, все-таки поменял. Поменял все-таки. 13-19. Похоже, сами не могут разобраться. Спортсмены, судьи, тренеры. Здесь без лишних комментариев. запутались немного. В том, какой же все-таки счет. меняет решение рефери и 12-12. Просто он не показал жестами, что будет изменено решение, поэтому и замешкались. сборная команда Франции в ожидании. Ну все, разобрались. 12-12. Можно продолжать поединок. не листает в атаке Дюбари ответная Шенгеля и есть у него 13-й удар. Завелся. Было видно, что завелся еще до начала этой фразы. 18-летний грузинский саблист. И здесь его пользу тоже разбирает фразу арбитр в одном ударе от финала. Дважды 15-14. Сегодня побеждал уже Шенгеля. Фальстарт. Да, здесь мне кажется тоже справа налево, потому что остановился Шенгеля и последней ногами выиграл Дюбари. Нет, все-таки слева направо продолжили и 15-12. С Ника Шенгеля выходит в финал. Поздравляем его соперника Бабдисна Дюбари с бронзовой наградой вместе с ним Дмитрий Даниленко окажется на третьей строчке. Ну а Шенгелю ждет Кавальери. Есть у них немного времени отдохнуть, а пока мы ждем выхода женского шпажного финала Роберто Марцани против Александры Замаховской. Редактор субтитров Корректор А.